ну что на прошлой лекции мы с вами завершили такую вот водную часть обзорную которая основные возможности нам показала что может машина в принципе как значит этим можно пользоваться и как конкретно этим пользуется компилятор там в определенных случаях но теперь пришло время немножко углубиться уже в некоторые там тонкости связанные с тем какая у нас на самом деле есть система команд какие у нее есть возможности и тому подобное вообще вот в этой архитектуре которую мы изучаем системы команд можно так вот условно рассматривать как срез дерева с такими годовыми кольцами которые постепенно разрастаются тот момент когда она только появилась такой у нас небольшой экскурс в историю и был процессор с названием 8086 вот образно говоря систему команд можно представить вот некоторого множество да то есть это определенное количество кодов операции определенные форматы но в первую очередь конечно когда операции в принципе какие действия вот умеет на процессор выполнять после чего значит было несколько таких условно говоря там промежуточных поколений 186 286 значит путем просто добавление одной цифры у нас эти вот поколения увеличивались потом значит появился 80 386 когда кардинально поменялось то как ведется работа с памятью мы получили такую вот относительно удобную плоскую память которой появились механизмы защиты которыми до сих пор пользуются операционная система что windows что linux и в принципе вот дет восьмидесятых годах вот уже такая картина в самом конце появилась скажем так вот та модель написание программ которую мы сейчас изучаем дальше инженеры на самом деле не остановились потому что ну что такое процессор это некоторые коммерческий продукт который нужно продавать а чтобы продавать нужно человека чем-то заинтересовать увеличение производительности делалось это не только за счет того что возрастала тактовая частота и за секунду времени у нас процессор начинал выполнять все больше и больше действий но и развивалась система команд дальше 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 ну тут можно довольно много чего рисовать в общем в какой-то момент вот мы дошли до текущего состояния когда есть наверное известные вам линейки моделей процессоров с коммерческими определенными названиями там кори с таким-то номером другим номером у других производителей не вы intel а там тоже свои названия но на самом деле вот в этом наборе команд имеется определенная избыточность сам набор команд можно как-то вот условно поделить разделив их на на пользовательстве и системные эту группу команд используют для того чтобы реализовать нужный функционал того или иного прикладного алгоритма связано с обработкой данных с работой с какой-то информации но система это то что управляет ходом выполнения уже вот этих вот как раз пользовательских команд то что позволяет настроить работу с памятью помогает изолировать одновременно работающие программы друг от друга и если говорить про то как строит код компилятор он на самом деле операторы языка высокого уровня транслирует некоторое подмножество команд относящихся вот к этой вот левой части если значит условно нарисовать то как работает гцц но вот он берет вот какую-то вот такое подмножество команд и собственно им пользуются что в системе команд есть определенная избыточность и нужный функционал можно вообще говоря реализовать не задействуя все то чем располагает компилятор если какой-нибудь другой компилятор например intel of sky то картина будет похожая но значит полного пересечения естественно у них не будет то есть возможно будет захват большего объема большего объема тех команд которые как бы предлагает процессорная архитектура во многом они пересекутся но опять-таки вот все вот это вот полноты на самом деле как бы вот все вот это вы захватывать и не станете и в этом нету ничего страшного потому что главная задача компилятора на самом деле не покрывать и не задействовать вот все команды которые только присутствуют просто сделать так чтобы у вас быстро была построена программа согласно спецификации языка программирования и чтобы она сама работала максимально производительным максимально быстро значит вот из этой разросшейся системы команд мы с вами значит в рамках нашего курса посмотрим далеко не все но мы будем ориентироваться на то что у нас со временем будет получаться но вот зеленым показаны те групп команд которые мы с вами точно должны успеть разобрать причем некоторые категории поскольку вот в этих вот отдельных категориях там и команды чек не так много мы даже с вами успеваем разобрать полностью сегодняшняя лекция она как раз рассчитана на то что значит можно будет посмотреть на то как казалось бы вот одну и ту же операцию можно вот разными способами выполнять но как конкретно это будет делать то версия компилятора которая у вас стоит на машине но вот тут остается только взять и посмотреть собственно на тот исполняемый код который вы получите значит если и провести некоторую такую линию какие вот команды вы должны рассмотреть на семинарах на лекциях ну вот получается вот следующая картина я их здесь группировал виде несколько таких вот столбиков значит просто черным цветом у нас перечислено то что вы уже должны к этому моменту знать владеть уметь красным то что пока вот от вас в обязательном порядке не требуется то есть и того у нас получается вот 7 групп команд и из них вот две группы с галками потому что вот в этих категориях вот все что только есть все что предлагает процессор мы с вами на самом деле сможем разобраться так ну что на самом деле с команды ли я я так знаю вы на семинарах уже разбирались я на ней подробно останавливаться не будут только отмечу как бы некоторые аспекты по которые вам возможно так и не рассказали значит сейчас извините чем интересна эта команда тем что она на полную катушку позволяет задействовать все возможности по вычислению исполнительных адресов которые присутствуют в процессоре и реализуются на этапе увеличение значения операндов как вы видите вот этот вот адресный код находящийся внутри квадратных скобок он способен закодировать достаточно сложное выражение вот в общем виде если его еще раз записать мы это с вами делали на второй лекции получает следующая конструкция что вот есть базовый регистр в качестве которого может выступать вот все что угодно вот один из восьми регистр даже включая и сп потом к нему прибавляется какой-то еще регистр возможно с повтором то есть можно один и тот же регистр например два раза использовать к этому индекс ному регистру можно приложить некоторый масштаб на самом деле это масштаб всегда прикладывается и если вы ничего не пишите это значит что это единичка помимо действия у нас может быть коэффициент 248 ничего другого процессора не умеет в общем и того четыре варианта какие могут быть коэффициенты и вот самом конце это то самое смещение которое может занимать в том числе 32 разряда и вот все вот эти вот три операнды они опциональные ну понятное дело что один какой-то из них должен остаться но вот остальное все это уже на ваш вкус сама команда ли а если посмотреть в документацию она описывается даже чуть по-другому ее допустимый формат понятное дело что результат попадает у нас первый оперант и это всегда может быть только 32 разрядный регистр а второй оперант это просто память память без спецификатора размера по что на самом деле ни в какую память мы не обращаемся и сама команда она расшифровывается ее название как cloud эффектив адрес загрузка исполнительного адреса то есть вот мы содержимое квадратных скобок посчитали в память лезть не стали просто этот адрес отправили вот сюда вот это вот так вот запишем вот в частности это позволяет реализовывать посредством этой команды всю ту же самую арифметику которую вы можете делать с помощью команд а д д значит либо сап если вы хотите вычесть какую-то константу все делается за счет того что в дополнительном коде вот вы это положительное смещение можете превратить в отрицательное число и после того как вот эти вот все вычисления пройдут результат будет очевидно округлен извините не округлена обрезан по границам 32 разрядной сетки вы получите 32 разрядное число и какие флаги при этом меняться обновляться не будут вот видно что заодно можно провести умножение на некоторые предопределенные константы комбинируя регистры например упомянув что-то два раза вы можете получать определенные коэффициенты которые но уже будут отличаться вот единички двойки четверки восьмерки и тому подобного ну например можно сделать вот так три раза упомянуть регистры x здесь в адресном коде умножить его на восьмерку сложить с ним же самим это будет эквивалентно умножению я x на число 9 если к примеру вы вначале у регистр поменяете знак а потом что-то там к нему будете прибавлять опять но это будет эквивалентно умножению на коэффициент который на единичку меньше чем вот то что позволяет команда то можно получить например коэффициент 73 в общем это уже зависит от вашей фантазии но опять-таки тут нужно понимать что значит какие-то подготовительные действия там они будут увеличивать объем кода важная особенность что вот эти все действия они выполняются в рамках одного из этапов в выполнении команды поэтому все происходит очень быстро и компилятор если есть только такая возможность команду ли охотно использует использует все возможности косвенной адресации ну а косвенность она как вы помните связано с тем что вычислениях у нас используются значение определенных регистров здесь мы сейчас с вами давайте пробежимся по тем вообще говоря специализированным названием этой косвенной адресации я думаю на семинарах вам про это не рассказывали с некоторыми примерами значит первый вариант это относительная адресация выглядит она следующим образом вы берете регистр базу прибавляете к нему смещению то есть относительно этой базы куда-то смещаетесь типичный пример который вы уже видели это например вот такая конструкция и bp базовый регистр который показывает вот эту верхнюю границу верхнюю эту базу текущего фрейма функции вы от него что-то вышли получили место некоторое внутри фрейма ну и в зависимости от того как вы распределили содержимое фрейма ну вот вы можете например обращаться какой-нибудь автоматической локальной переменной которую у вас там живет или какой-то области которую вы используете для сохранения каких промежуточных значений используемых при вычислениях следующий способ базовая индексная значит есть составе адресного кода регистр база и нему прибавляется значение регистра индекса ну например вот как то так понятное дело что глядя вот только на эту конструкцию сразу сказать где база а где индекс невозможно для этого нужно располагать некоторым самым контекстом того какой код вы пишете то есть это на самом деле только у вас в голове как вы будете интерпретировать эти регистры но по смыслу вы должны вот к этому месту где будете такую конструкцию использовать подходить уже с подготовленными значениями в регистре например один из них получает значение начального адреса в памяти где у вас хранится какой-то массив массив символов однобайтных а другой регистр например и cx позволяет поочередно обращаться к элементам отдельным находящимся внутри этого массива значит если у вас массив не из чего-то однобайтного то понятно делал нужно уже использовать коэффициент ну и название у нас немножко поплывет у нас будет базово индексное с масштабированием значит база масштаб и собственно индексный регистр значит для целых типов картину у нас очень простая ну давайте вообще с чаран начнем значит здесь у нас с вами язык и здесь ассемблер я уже не буду приписывать спецификаторы знаковость они ни на что не влияют от вас требуется только одно потом когда будете писать что-то будь то практикум коллоквиум или экзамен не путайте чары и байты это одна из типовых ошибок которая к сожалению регулярно всплывает соответственно любой из типов коротких это у нас word int unsigned этот word сюда же на самом деле у нас попадает для данной архитектуры long ну а если взять например long long что это у нас будет совершенно верно это будет буква q и соответственно здесь коэффициент единичка здесь двойка здесь четверка здесь тоже четверка здесь восьмерка но это получается что вот все основные целые типы данных у нас машины берет и поддерживает это в принципе неплохо так а что у нас с вами осталось осталась последняя пожалуй форма которую правильно будет назвать давайте я здесь напишу базовая индексная с масштабированием и смещением то есть тут уже как бы все полностью у нас задействуется а я x плюс еще что-то ну плюс допустим там или минус какой-нибудь ну давайте плюс пусть это будет тогда осмысленно плюс некоторое число как вы через некоторое время увидите и такая форма косвенной адресации будет востребована если к примеру у вас будет массив структур потому что в структурах мы сами столкнемся с тем что все поля они будут размещены от начала структуры там по каким-то смещением там правило тоже достаточно будут они затейливы и это все ну так вот вполне используется и применяется на практике так ну что будем считать что мы с вами с Лео разобрались поехали дальше значит группа так называемых логических операций по разрядных их на самом деле не очень много у вас же сейчас еще идет параллельный курс дискретной математики вам там уже должны были рассказать про базис и функции значит из которых можно построить все что угодно ну вот машина вам тоже дает некоторый базис он довольно простой машина умеет по разрядно выполнять следующие действия я буду значит здесь рисовать столбик соответствующую операцию языка си здесь код мнимоники в машине энд ор значит дальше у нас XOR значит у всех этих трех команд одна и та же допустимая форма значит это у нас первый оперант либо регистр либо память так давайте я это подсотру так давайте я это подсотру а второй оперант как и в командах сложения регистр память непосредственно закодированный оперант соответствующего размера и для всех трех команд понятное дело что операнты должны быть одинаковые потому что каждый разрядик у нас будет как-то преобразовываться вот по этим собственно правилам соответствующим разрядам другого операнда значит память память мы не можем ничего делать если написать то что происходит первый оперант у нас попадает ну давайте напишу просто слово оп операция операция выполненная над первым и вторым оперантом что стоит дополнить что у нас с вами обновятся SF ZF потому что при по разрядных действиях у вас очевидно что-то будет в старшем разряде который будет например интерпретироваться как знаковый разряд значит результат может быть нулем то есть весь регистр либо не быть вот но что касается переносов ОФ и ЦФ то поскольку никаких переносов у нас нету команда имеет полное право эти флати взять и занулить последняя четвертая команда который с которой тоже часто бывают обидные ошибки потому что и нот путают почему-то снег ну возможно речь идет про какую-то опечатку с просония а может и просто человек на лекции не ходил и не понимает в чем разница между этими двумя командами на самом деле две большие разницы между ними извините оперант у нее один собственно в этот оперант мы записываем результат по разрядной инвертации для каждого отдельного разряда и флаги мы здесь не меняем вообще никакие ну вот комбинируя эти четыре команды понятно что любую булевую функцию выполняющиеся над отдельными разрядами например в беззнаковом инте мы можем реализовать то есть в данном случае здесь у меня коротенький пример стрелка пирс который так сама по себе является этим вот базисом реализована через отрицание отрицание ора как вы наверное помните справедливо вот такая запись здесь у нас что с вами происходит ну это действие чтобы не забывали как работают функции я оформил собственно как самостоятельная функция вот с таким вот названием пролог эпилог у нас не занумерованы ну а дальше мы с вами вытаскиваем вот эти наши два параметра из стека значит есть адрес возврата есть сохраненный и б.п. на которой показывает в текущий момент регистр и и б.п. после выполнения двух первых команд ну и по смещению плюс 8 отри б.п. это у нас получается относительная косвенная адресация у нас лежит параметр а по смещению плюс 12 лежит параметр b вот собственно первой команде мы перегрузили в я и x которым можем сразу пользоваться перегрузили параметр b потому что ор он не умеет одновременно с двумя оперантами в памяти лежащими что то делать а потом накапливая результат в я иксе собственно выполнили ор потом по разрядной нот ну и последние две команды это эпилог вышли из функции ну в общем то в общем то все следующие две группы команд они возможно тоже не такие сложные но у них есть одна интересная особенность они выполняются на уровне аппаратуры достаточно быстро потому что никаких на самом деле там функций над операций над отдельными разрядами не делается фактически речь идет о по разрядной пересылке одних разрядов в другие и это не что иное как просто некоторые сдвиги так ну что тут мне потребуется сейчас место давайте пожалуй вот тут сотру потому что с ли мы уже давно разобрались так какие вообще видео у нас умеет делать машина у них есть две независимые характеристики первое это то в каком направлении мы будем двигать а второе как будем интерпретировать то что мы с вами двигаем это у нас могут быть данные без знаковые могут быть знаковые таким образом получается вот такая матрица два на два в которых у нас для кодов операция будет следующее значит первая буква у сдвигов это всегда буква с сокращение от shift дальше у нас идет либо буква h для безнаковых то есть это как бы продолжение слова shift либо буква а что является сокращением от арифметик ну и последняя буква это направление это либо l либо r соответственно это у нас лево это право как можно догадаться уже наверное если мы с вами двигаем что-то влево то в результате таких вот сдвигов там ну неважно у нас как данные будут интерпретироваться потому что то что выпадает и не умещается в старших разрядах у нас теряется безвозвратно то что она значит освобождается справа дополняется нулями интерпретация данных у нас здесь особо никак играть не может и на самом деле вот эти две кодировки они в принципе эквивалентные чего нельзя будет сказать вот про сдвиг в правую сторону значит если мы двигаем по разряд на вправо в одном случае мы с вами будем то есть в этом случае мы всегда будем заполнять освободившиеся разряды нулями то что значит у нас вот последний разряд с другой стороны был значит куда-то вынесен он будет оказываться во флаге cf а в случае арифметического сдвига вправо у нас старший разряд будет копироваться и вот это уже существенное отличие которое делает похожим сдвиг арифметический вправо на некое подобие деления почему подобие потому что в том случае если у вас старший разряд единичка вы конечно будете продолжать получать отрицательное число в ходе таких сдвигов но будет некоторая особенность я пожалуй приведу пример который проиллюстрирует происходящего к примеру возьмем число минус 11 и попробуем его поделить на 4 это эквивалент на чему тому что мы на два разряда вправо его подвинем и на самом деле в результате такого сдвига мы получим ни что иное как минус 3 можно значит удостовериться если вот один байтик записать в двоичном коде но вот мы получаем такую конструкцию двигаем два раза вправо получаем значит уже 6 единиц 0 1 это не что иное как минус 3 а если поделить мы получаем минус 2 3 четвертых и нарисовав числовую прямую мы с вами мы видим следующее что вот этот вот результат он целыми числами не представим и значит сдвиг нам будет округлять вот в эту сторону а деление в эту и вы на самом деле получите расхождение на единичку из-за этого если вы работаете с положительными числами и что-то делите на степени двойки то вы имеете полное право заменить долговыполняющееся деление команды дифа и диф на вот такой сдвиг направо но только в том случае если вы гарантируете что будете двигать положительные числа ну если говорить про умножение то здесь поскольку это одно и то же то естественно умножение на любую степень двойки вы можете сдвигом заменить это будет делаться точно немедленнее скорее всего даже быстрее так ну что мы с вами на самом деле как бы команды разобрали но только не совсем вы пока сидите молчите у команд на самом деле этих есть очень интересный момент и он совсем не очевиден а именно я вам еще пока не рассказал про форматы формата у нас следующее первый оперант код операции естественно и я не пишу это справедливо будет для всех четырех кодов значит первый оперант либо регистр либо память второй оперант это у нас непосредственно закодированная величина причем если посмотреть а как ее описывают значит инженеры документации они там пишут вот так вот маскированные пять разрядов то есть вы можете написать здесь какое угодно число старшие эти разряды просто вытянут оставят младшие пять их будут интерпретировать как собственно положительное число на которое вы хотите подвинуть и только они на что-то повлияют естественно далеко не всегда вы заранее знаете насколько разрядов надо двигать в этом случае у нас первый оперант такой же а второй оперант это всегда регистр CL по-другому команда не умеет то есть если хотите что-то сдвинуть вам придется портить младший байтик ну как портить заполнять соответствующим числом сдвигов младший байтик регистра ECX и скажем так свободу комбинирования регистров при составлении кода значит у компилятора это вот несколько все ограничивает значит что касается флагов то SF и ZTF у нас выставляются по результату то есть если вы что-то подвигали и получили в итоге нулевое число вам взведут ZTF если в результирующем значении старший разряд единица вам тоже взведут SF значит что касается OF я конечно могу выписать то как этот флаг будет в некоторых случаях в большинстве случаев обновляться но толку от этого мало правило достаточно сложное поэтому я предлагаю вам считать что вот мы будем этим флагом просто никогда не пользоваться при выполнении сдвигов ну на закуску коротенький пример для знатоков язык оси вот у нас с вами есть некая такая вот конструкция с двумя сдвигами которая выполняется над чаром какой у нас с вами будет результат ноль а вот давайте я вам покажу какой мы получим код весь фокус в том что как и в случае например с умножением у нас отработает int promotion и вот эти вот все форматы которые тщательно на самом деле выписываю да потому что ну на самом деле команда может и с 8 и с 16 они что со сдвигами что со сложениями что с умножениями ну как правило в построенных компилятором программах не пользуются потому что все по возможности сразу приводится к инту разница по времени работы нету никакой и со сдвигом у вас будет та же самая картина первое что происходит после того как у нас отработал пролог вы взяли этот байт со смещение плюс 8 можно подглядеть на структуру стека от предыдущего примера поскольку пролог типовой первый параметр вот он один он все равно будет по смещению плюс 8 причем значит если бы был бы следующий параметр он был бы тоже по смещению плюс 12 потому что на стек бы мы клали такими порциями по 4 байта то что значит первый занимает у нас параметр чар 1 байт это никого не волнует остальные бы 3 байт просто бы не использовались а дальше все параметры они лежали бы на выровненных адресах кратным 4 но не суть главное что мы взяли интерпретировали этот байт как знаковое число умов и секса мы его расширили до полного я икса потом сдвинули в одну сторону сдвинули в другую сторону понятное дело что если там был изначально число 42 это 42 вы обратно так и получите вот поэтому иной раз если интересно можно и подглядеть а какой код вам компилятор будет строить еще хочу обратить ваше внимание на то что чары у нас вообще говоря этих типов три штуки есть знаковый чар есть безнаковый чар а есть просто чар который на самом деле не так чтобы точно с тем-то соотносится но в данном случае у нас был соотнесен со знаковым но нет никакой гарантии что в другом компиляторе он не будет соотнесен с безнаковым поэтому если вы будете что-то восстанавливать строить по ассемблеру какие-то конструкции на языке си я вас настоятельно призываю у чаров явно указывать их знаковость и писать сайт чтобы не было уже каких-то потом разночтений так поехали дальше тут у нас с вами картинка несколько и на я даже сказал чуть поинтереснее значит следующие четыре команды это команды вращения они во многом похожи на сдвиги потому что у них тоже есть два независимых друг от друга аспекта один из них такой же как и у сдвига это то в какую сторону мы будем проворачивать этот вот битовый вектор а второй будет ли во всем этом процессе участвовать флаг ц наверху у нас направление направление у нас идет налево то у нас направо в части cf оно может быть может не быть значит если cf не участвует это у нас вот верхние две команды ролл и рор то собственно вращается этот вот сам битовый вектор который находится в апперанде допустимые форматы для вращений я явно выписывать не буду они в точности совпадают с тем что вы видели у шифтов то же самое то есть берет с 1 оперант и дальше на указанное число разрядов он какую-то сторону вращается вот но при этом то что у нас последний раз при вращении выходила за пределы разрядной сетки она копируется во флаг cf в отличие от сдвига где выпавшие за пределы разрядной сетки битики они будут потеряны безвозвратно здесь же они наоборот вот так вот один за другим будут перемещаться на освободившиеся с другой стороны разряды если так посмотреть но действительно похоже на вращение вот если регистр замкнуть в кольцо получится что вы его крутите то в одну то в другую сторону значит две другие формы команды они предполагают явное участие вот этого флага cf и он фактически добавляется как еще один дополнительный в данном случае 32 по номеру разряд к тому что будет вращаться казалось бы к чему такая вообще экзотика ну если со сдвигами что можно понять быстрое деление быстрое умножение в языке си есть соответствующие операции которыми люди пользуются где вы видели в языке си операцию вращения да действительно ее там нету но тем не менее в практических приложениях вращение происходит очень часто более того я могу гарантировать что когда вы знаете открываете допустим через свой смартфон какой-нибудь сайт заходите куда-нибудь и это не хттп а хттп-с то есть безопасное соединение то такого рода вот действия связанные вот с вращением с ксорами они у вас будут на процессоре выполняться достаточно часто потому что тут мы с вами попадаем в область криптографии значит здесь для такой наглядной иллюстрации я не поленился вытащил маленький кусочек кода который используется при построении криптографическо стойкого хэша ша 256 собственно а что он делает это у нас такой короткий экскурс идет уже в смежный курс связанный с криптографии как я вам анонсировал еще на первой лекции архитектура эвм она как бы такая вот базовая вещь для кучи других курсов которые потом вы будете слушать оставшиеся пять лет ну вообще с хэшами вы еще в прошлом семестре работали там они у вас были простенькие насколько я помню вы что-то хэшировали беря остаток отделение и дальше значение в этих вот хэш таблицах размещали значит неприятная ситуация когда у вас получалось коллизия и два числа были одинаковы по модулю и как бы их нужно было размещать в одном и том же месте вот это вот таблицы вот в криптографических хэшах в частности стараются таким образом разработать вот этот вот алгоритм хэширования спроектировать саму функцию так чтобы у вас этих коллизий возникало как можно меньше в данном примере у нас функция ша 256 вырабатывает называемый дайджест длиной в 256 разрядов понятное дело что это число если эти 256 разрядов интерпретировать как число это достаточно большое может быть число но в пространство вот этих вот чисел ограниченных такой разрядной сеткой ну отображается на самом деле очень много чего и понятное дело там тоже будут коллизии но эти коллизии их находить достаточно сложно значит ну не забираясь глубоко уже вопросы там теоретической сложности алгоритмов значит первое что требуется от такой вот стойкой функция это называемая необратимость если объяснять это на пальцах в одну сторону вы можете относительно быстро скажем так за время являющиеся неким полиномом это размера входных данных получить вот этот вот дайджест само число м а в обратную сторону это должен быть уже точный они полином желательно должна быть функция экспоненциальной сложности но я вижу кто-то уже в курсе о том что вот этого теоретическая проблема соответствия классов сложности еще не доказано вот но это уже точно они тема нашего курса тем не менее этой дипотезой мы пользуемся и на этом стоит вся фактически современная криптография чтобы для некоторых функций это будет сделать крайне тяжело то есть если к примеру у вас есть файл какого-то размера большого и вы для него вот с помощью вот этой функции построите дайджест вы получите некоторых короткое число а в обратную сторону подобрать под это число вот под этот результат содержимое файла которые бы давала такой же результат или грубо говоря найти два одинаковых вот есть два разных файла но с одинаковым дайджестом вот эти вот задачи они вычислительны крайне сложны и в обозримое время там или за время существования вселенной вы это посчитать как бы не успеете зачем это делается ну затем что если бы к примеру вы распространяете какие-то файлы ну давайте я пожалуй что изображу это все в цветах вот у вас есть сайт разработчика то есть вы пишете некоторый программный продукт который распространяете есть пользователь который отсюда скачивает эти вот программы программное обеспечение которое вы разработали ничто не мешает злоумышленнику создать сайт зеркало на который вы например зайдете по ошибке и скачать оттуда зараженное программное обеспечение в котором что-то еще происходит например воруются данные вашей кредитной карты и вот чтобы такого не происходило у нас может формироваться некоторый короткий дайджест который надежно характеризует содержимое вот этого исполняемого файла то есть если у вас есть вот эти вот 256 бит который к вам как-то попали то потом вы гарантированно можете их проверить и у измененного файла вот этот вот дайджест он будет другой за счет этого можно будет собственно понять что что-то произошло не так то ли файл оказался побитый а то ли вы его и получили не оттуда и ну собственно у него какое другое содержимое ну собственно коллеги наши криптографы стараются вот эти вот все алгоритмы хеширования разрабатывать так чтобы у вас наблюдался некий лавинообразный эффект то есть он в большом файле к примеру размером в гигабайт если поменяете какое-то количество разрядов то хэш у вас потом драматически изменится не будет совсем похож на то что было раньше и установить вот это вот обратное соответствие вам уже будет крайне тяжело но давайте вернемся все таки к тому примеру вот к тому куску коду который я привел и посмотрим и какой же код нам для этого всего построил компилятор и будет видно что здесь у нас происходит некоторая оптимизация компилятор на самом деле знает что машина тому может данные вращать значит начале у нас отрабатывает все тот же самый типичный пролог после чего в едx мы с вами грузим значение вот этого unsigned x после чего на второй строчке видим тоже интересные артефакты если из вас кто-то уже действительно копался в коде на такое мог а натыкаться иной раз компилятор команды если есть такая возможность старается перетянуть наверх делается это для того чтобы в итоге все работало несколько быстрей я этот эффект вот здесь оставил даже убирать специально как-то руками редактировать а не стал вот у нас значит кусок эпилога а именно поп и бп оказалось на второй строке потому что впоследствии и бп у нас никак не используется и в принципе значит современный процессор эти вот действия может там чуть ли не в параллель вот с остальными командами выполнять где-то внутри потому что ну дальнейшие все действия как видите они идут с я иксами и иди да иксами и другого рода регистрами а затем мы иди да икс размножили переместив скопировав значение в я икс и в яйце икс таким образом вот у нас в трех регистрах значит оказалось одно и то же значение x и вот на пятой строке на что же мы с вами натыкаемся мы не видим здесь не сдвига вправо на 2 не сдвига влево потом на 30 ора тоже не видим происходит это все потому что значит код рассматривался скажем так в целом какой-то момент когда была обнаружена конструкция вот в виде дерева представимое видео вот чего-то следующего то есть у вас значит есть некий потомок некая величина которая значит двигается в одном направлении потом эта же величина двигается в другом направлении и главное вот эти вот константы сдвига если они в сумме дают битовой размер того что двигается вот все это под дерево целиком может быть схлопнуто в одну команду и и таким образом вы вместо двух сдвигов и одного ора имеете все права выполнить одну команду рор и получить тот же самый результат типовая ошибка с которой сталкиваются некоторые любознательные студенты пытающиеся повторить этот фрагмент кода у себя на ноутбуке посмотреть а что же будет они вместо unsigned пишут просто int к чему это приводит ну к тому что у вас сдвиг в одну сторону он конечно будет выполняться также но сдвиг в правую сторону уже перестает быть логическим становится арифметическим и в результате потом применение операции ор вы не получите тот же самый результат вот то есть тут я хочу обратить ваше внимание на то что ну действительно вот такую конструкцию ее можно представить в виде вращения и все будет корректно как можно видеть во всех трех строчках значит сишного кода у вас сдвиги влево вправо значит так с комбинированной что речь идет именно о вращении потом вот эти вот вращение на константы 13 2 и 22 вот они дальше на соответствующих строчках прослеживаются значит что нам остается два раза мы по вращали регистр я икс и ци икс после чего сделали ксор в седьмой строке накопив результат в я иксе сделали третье вращение получив результат в яд икс и этот яд икс опять ксором применили к я икс получив там в итоге нужные нам результирующие значения если интересно можете тоже на досуге посчитать а насколько бы больше команд у вас вышло бы если бы вы начали в лоб по данному сишному коду пытаться это все записать вот и практика тоже показывает что с ростом числа команд которые вы пишете в задачках пропорционально увеличивается опасность того что вы где-то совершите ошибку в виде небольшого спойлера могу тоже сказать что задачи как правило которые вам предлагаются на коллоквиуме и экзамене они решаются в десять двенадцать тринадцать команд ну максимум то есть у них всегда есть некоторое достаточно короткое решение не требующие от вас расписывать на весь лист а4 двумя столбиками решение достаточно просто чуть-чуть подумать вспомнить что вам рассказывалось на лекциях и потом аккуратно это все записать не ошибаясь конечно в форматах допустимых но если команд вы пишете немного то и шансы ляпнуть ошибку они слегка сокращаются так ну что можно ехать дальше но единственное что я вам не сказал в силу того что криптография это у нас она стал применяться повсеместно вот помимо сдвига вращение которые быстро работают с восьмого года в интеловской архитектуре появился даже специализированный набор команд которые поддерживают шифрование называемые аэс адванс инкрипшн собственно вы можете попросить процессор и он дальше будет эти данные которые вы ему подаете прям блоками перешифровывать потом куда-то эти данные можете уже отправлять если интересно есть техническая документация можно посмотреть но предварительно нужно понимать а что такое вообще шифрование к криптография это все таки такой вопрос наверное чуть как бы более далеких годов так ну а мы с вами сейчас поскольку уже много команд сегодня смотрели давайте попробуем решить еще одну так называемую обратную задачку в которой восстановим некую конструкцию реализованную в ассемблер нам коде значит в качестве определенной подсказки нам уже в условии выписали то что есть переменные статические где-то находящиеся в статической памяти abc и d ну а потом с этими переменными значит вот происходят определенные действия и эти действия желательно таком компактным си коде представить ну давайте я буду сейчас как бы идти по порядку и соотносить регистры с этим метод этими именами переменных иначе первое что наблюдаем для них все у нас оказывается значение переменной b в dx переменной c после чего мы от я икса вдруг берем и используем только младший байтик в принципе в этом нету ничего страшного и такую ситуацию можно вполне себе легально изобразить если мы переменной б с помощью ора применим вот такую вот константу результат вроде будет один и тот же согласны окей тогда поехали дальше значит опять-таки у нас я иксом что-то дальше происходит команда сал вот она даже осталась там еще я ее не стер то есть мы двигаем это shift вправо арифметический на три разряда ну я еще раз перерисовывать не буду я икс вот можно это как-то так прибавить дальше дальше мы в dx и получаем следующую сумму читам у нас было c и теперь это c вот такого вида после чего что мы видим то что было накоплено в я иксе выгружается в переменную а а так это что у меня тут перелеснулась да и как бы дальше если считать что у нас с вами значение переменная было уже как-то зафиксировано ну ничто нам не мешает рассматривать что в dx и находится c плюс обновленное значение переменной а а так дошли до седьмой строке тут у нас идет копирование и dx в я икс я икс мы до этого в шестой строчке выгрузили то что там находилось казалось разрушенным но наверное это и не страшно я вас уже предупреждал что эти вот регистры я икс и dx и cx они как правило используются для работы с какими-то короткоживущими значениями и интересную конструкцию у нас где-то на регистрах живет то что мы будем делить но исходя из того как работает аппаратура мы эту величину должны определенным образом разместить на паре регистров и dx и икс как вы помните причем и дx икс и будут находиться старшие разряды такая вот логическая конкатенация она показывается двоеточием вот именно это мы будем делить будем делить на а а отделиться будет то что изначально жила в и dx и то есть получается c плюс а она в седьмой строке раскопированные туда и сюда а потом и dx мы сдвинули на 31 разряд вправо оставив только размноженный знаковый бит и таким образом вот это вот операция копирования с последующим вот таким арифметическим сдвигом на 31 разряд это полный эквивалент cdq казалось бы две команды заменяют одну но опять-таки работает это все зачастую немедленнее а то и быстрее значит чем пользоваться cdq или вот парой команд ну решают разработчики компилятора исходя из того значит что в документации от производителя процессора вы можете прочитать как правило когда речь идет о ускорении работы используют используют сдвиг если нужно получить более компактный код используют cdq потому что по размеру эта команда кодируется в 1 байт и будет занимать меньше места в памяти но по смыслу что одно что другое окей разобрались с тем что в седьмой и восьмой строчке мы готовились к делению и вас не должно путать то что у нас делимое изначально было не в я иксе оно было в еды иксе и мы как бы копировали его в я икс то есть по смыслу это вполне себе легальные действия теперь девятой строке мы выполнили айдив и последнее с чем нужно разобраться что же мы берем от этого айдива частное или остаток десятой строке видно что используется е а икс это означает что это все таки частное что это не остаток и это частное выгружается в переменную c то есть здесь у нас идет я икс а я икс это у нас что там у нас было c плюс а делить на d ну и последнее давайте просто аккуратно это все дело запишем в виде c кода то есть первое что мы с вами наблюдали вот такая была конструкция со значением переменной b которую потом подвинули потом и этим же значением мы с вами воспользовались когда вычисляли новое значение переменной c при этом как видно у нас значит какой-то дополнительные загрузки не происходило и вот это вот новое значение переменной а оно просто перекочевала по ходу выполнения хода через регистры так ну вроде бы с задачкой все если вопросов нету с вашего позволения поехали дальше нам осталось разобрать совсем чуть-чуть значит вот возвращаясь к этим столбиком черного стало больше всякие команды у которых коды условий это все-таки видимо следующая лекция а сейчас в оставшиеся 10 минут давайте разберемся что же нам делать когда размеры регистров не хватает машина 32 разрядная чтобы работать с лонг лонгом у нас непосредственно готовых регистров целых нету я уверен на семинарах вам уже рассказали про то что есть пара специальных команд ADC и САББ которые позволяют что-то делать но арифметика как известно она сложением и вычитанием не заканчивается есть кое-что и другое так значит здесь у нас например с командой ADC формат у нее в точности такой как у обычного сложения за одним исключением я его уже расписывать не буду считаем что с форматами вы разобрались значит у него есть такого сложения первый оперант второй оперант и вы складываете второй с первым прибавляя еще значение флаг ц ф приводит это к тому что если вы разбиваете большой оперант который не помещается в регистре на две логические части вы потом можете выполнять определенное такое цепочное действие над его кусками начиная с младших разрядов значит что здесь мы с вами видим лонг лонг оба аргументом лежат они на стеке давайте напишем эбп смещение пошло плюс 8 плюс 12 плюс 16 плюс 20 вот они 4 байтные кусочки причем а у нас заняло вот эти 8 байт б заняло следующие 8 байт в начале мы перегрузили б на я икс и и дх после чего к я иксу к младшим разрядам да а у нас число как вы помните а начинаются с младших разрядов обычным сложением прибавили вот эту часть ну грубо говоря давайте вот сейчас распишем а мы рассматриваем как конкатенацию двух частей а h и а л б как b h и b l после чего эти младшие разряды сложили если произошло переполнение у нас cf соответственно обновился и получил либо нолик либо единичку а дальше мы применяем эту команду адс которая еще раз складывает только уже старшие половинки которые лежат вот здесь и вот здесь потому что в риде иксе и bp плюс 20 если было переполнение туда еще переносится один разряд делается это как для знаковых так и для безнаковых чисел абсолютно одинаковая ситуация потому что сложение вот тех частей которые оказываются посредине они будут там силу того как у нас представлен вот этот дополнительный код интерпретироваться как безнаковые куски то есть если расписать вот этот числовой ряд степеней двойки младшие разряды они всегда будут положительными степенями двойки и поэтому такие действия они будут справедливы и в одной в другой ситуации значит пример с вычитанием но я пожалуй его пропущу тут принципиально ничего у нас не поменять не поменялось опять-таки первое действие это просто вычитание над младшими разрядами потом мы если произошел заем еще дополнительно вычитаем с того что там делалось со старшими картина абсолютно такая же чуть интереснее ситуации когда мы сталкиваемся с умножением кода как видите стало больше ну на самом деле ничего страшного нету сейчас я вам все объясню потому что вот это на семинарах у вас точно не было значит как вы помните у нас в машине есть несколько видов умножения то есть есть умножение знаковое есть умножение беззнаковое и все это важно тогда когда у нас расширяется разрядная сетка результата какой-то специализированной поддержки умножения вот этих вот чисел двойной разрядности как со сложением или вычитанием машине нету дальше нам придется собственно ручками сконструировать некий кусок кода который будет опираться на имеющиеся команды умножения для того чтобы корректно получить результат вот такой двойной длины это на самом деле будет требоваться всегда потому что с какой бы машиной вы не работали вам всегда будет в какой-то момент не хватать разрядности если даже она 64 разрядная для того чтобы работать со 128 разрядными числами вам все равно придется писать вот какой-то аналог такого кода значит первое на что хочу обратить ваше внимание на то что при сохранении результата опять-таки в пределах разрядной сетки мы будем иметь один и тот же код что для знаковых long long что для беззнаковых то есть если у нас с вами есть некоторый битовый вектор для которого у нас есть у нас скажем так знаковая интерпретация интерпретация есть беззнаковая интерпретация в одном случае мы это мы будем обозначать просто как x другом как x штрих ну и в общем если мы умножаем беззнаковые величины это будет то же самое что перемножить знаковые со взятием модуля что самое интересное даже если вы будете брать для вот этих векторов знаковые беззнаковые интерпретации их мешать между собой результат при урезании разрядной сетки результата вот в ту же размерность он будет по-прежнему сохраняться значит доказать это утверждение на самом деле это очень простая будет будет вещь если вспомнить вот такой факт что x и x штрих они связаны вот таким равенством что если взять старший разрядик этого вектора умножить его на 2 в степени w как раз вот на эту длину и прибавить к знаковой интерпретации то вы получите то же самое что и беззнаковую интерпретацию для этого же числа ну а дальше видно как это все дело у нас сокращается так теперь вопрос а где же мне тут развернуться в оставшееся время так там анализ это даже стирать будет дольше так ну что значит что мы имеем в нашем случае вот у нас есть два вектора которые мы рассыпали на кусочки на старшие разряды на младшие разряды и хотим сделать с ними умножение причем даже не важно какое умножение так по нотации понятно размер старшая часть младшая часть значит я не буду вот это вот все разбиение там с учетом того как оно представляется в виде степенного ряда двойки расписывать с вашего позволения просто перейду сразу к результату что мы с вами получим а получим мы с вами следующую конструкцию вот ее я поясню значит мы берем ну если это все разложить грубо говоря на два слагаемых и потом одно с другим перемножить причем сложить эти вот средние части так здесь умножение дальше я продолжаю тут вот старшие части разрядов со степенью с двойкой степени 2 дабы это был в потом у нас получается крест на крест перемножены младшая младшая половинка со старшей отсюда и отсюда так причем силу того что у нас при разложении вот этого числа младшая половинка она всегда будет беззнаковой у нас будет как раз всплывать уже беззнаковая интерпретация значит если здесь y то здесь x x младший x младший и соответственно знаковый старший старшие разряды x на беззнаковые разряды y и последнее третье слагаемое это у нас просто произведение младших половинок которые оказываются беззнаковыми интерпретациями скобка закрывается наконец и здесь модуль 2 в степени 2 w в общем формула может выглядеть чуть страшно но давайте сейчас я ее вам распишу прикладывая к разрядной сетке и станет все сильно проще значит это у нас разряды значит первое слагаемое где оно у нас оказывается в силу того что там коэффициент 2 в степени 2 w оно у нас лежит целиком вот тут то есть это у нас старшие половинки перемноженные друг на друга дальше идут старшие на младшие и младшие на старшие от разных операндов и последнее что мы видим это перемноженные друг на друга младшие кусочки значит какие можно сделать выводы первое что вспоминаем поскольку результат умножения лонг лонг то есть 64 на 64 это тоже 64 а не 128 мы мы с вами потом должны получить результат который окажется в виде суммы вот этой части то есть то есть это можно вообще не считать а от того что мы перемножим здесь достаточно взять младшие куски и поскольку у нас результат тут как бы двойной да мы мы имеем полное право для вычисления вот этих двух произведений применять тот мул который нам удобен ну а раз речь про удобство то речь наверное идет про двухадресный аймул и вот он там сразу в коде прослеживается и теперь самый тонкий момент значит младшие куски они должны в итоге попасть целиком в сумму и поскольку это младшие части которые будут интерпретироваться как коэффициенты при степенях при положительных степенях двойки вот тут деваться некуда мы вот эти части должны перемножить с помощью команды мул работающие с беззнаковыми числами и опять таки это вот в коде прослеживается вы видите вначале а ему и а ему а потом идет мул и dx если значит посмотреть вот у нас по четырем регистром я x и dx и cx и bx вот эти вот все половинки были разложены ну вот в том именно порядке как я вам показывал все это и произошло вот такого рода вставки когда у вас одно умножение потом превращается в кучу сложений ну и кучу сложений тут у нас сложение не так много два сложения три умножения плюс определенные команды копирования вот всякий раз когда вы пишете звездочку компилятор это будет разворачивать такой кусок кода то есть вначале мы с вами смотрели когда у вас кусок кода схлопнулся в одну команду а здесь ситуация прямо противоположная ну пожалуй товарищи у меня на сегодня все то есть что это что это то есть то есть это то есть то есть то есть это что то есть то есть Продолжение следует...